МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотел узнать, что тебя привело сюда? У нас с 1 декабря стартует выставка моих тортов. Это большое международное турне, и мы начали именно с Казани. Я желаю тебе успеха в этом международном турне, и очень рад, что старт именно здесь. Как корабль назовешь, как он начнет свое плавание, так он и поплывет дальше. Поэтому я тебе желаю, чтобы этот корабль здесь наполнился, его паруса наполнились ветром, и его ждал большой успех. Традиционно в нашей программе мы начинаем с блицопроса, и я хотел тебе задать первый вопрос. Почему ты стал все-таки предпринимателем? Почему ты выбрал именно эту дорогу? Ты знаешь, Айдар, у меня в моем организме, в моем мозгу всегда борются два человека. Это человек творческий и человек-бизнесмен. Это нереально сложно совмещать. Я недавно читал статью про одного из руководителей компании Disney, который в понедельник, среда, пятница приходил в качестве руководителя бизнеса, а вторник, вверх, суббота приходил в качестве креативного директора. И зачастую, когда он приходил в качестве руководителя, он сам отменял решение, которое сам вчера еще давал, когда он был в другой роли. Он настолько вживался в образ, что даже есть в психологии такое понятие, как раздвоение личности. Это абсолютно совершенно такой, на самом деле, неслабый факт, и он во мне тоже присутствует. Потому что, когда я творю, мне вообще никакого значения не имеет финансовая составляющая. Когда мы говорим о реализации каких-то невероятных сложных проектов, я в это время не касаюсь калькулятора, не занимаюсь расчетами. Я творю, и мне все равно, сколько это будет стоить. Выгодный проект для нас или невыгодный. Но так как семья большая, людей в компании работает много, они тоже хотят кушать, тоже хотят кормить семьи, приходится иногда отвлекаться и становиться просто руководителем. Вообще Ренат Акзамов – это реально две личности. Первая – это руководитель большой компании, в которой работает порядка тысячи человек. И второй образ Ренат Акзамов – это творец тех тортов, которые вы видите, любуетесь и которые видит весь мир. Это реально два абсолютно разных человека. И ничего общего между ними нет. Это абсолютно точно. Ренат, ну вот если ты не был бы предпринимателем, не работал сам на себя, ты, наверное, не мог бы создавать такие шедевры. То есть, если бы ты работал просто шеф-кондитером в каком-нибудь предприятии, то ты бы исполнял то, что тебе и поручали. Частично с тобой согласен. Но я вспоминаю, пока ты задавал этот вопрос, я сразу вспоминал прошлые места работы свои. Это была сеть французских и каинских легото, это был ресторан «Ностальжи» с великими рестораторами Рожняковским и Бухаровым. И я тебе хочу сказать, меня никто никогда не ограничивал. Никогда. Они во мне видели вот этот безумный, огненный, энергетический поток мыслей, и они никогда меня не ограничивали ни в чем. Что тебе нравится в твоей сфере деятельности? Ты можешь три фактора сказать, почему ты это любишь? Я это люблю, на самом деле, с детства. Я с 7 лет уже пеку. Не каждый мальчик в семье с 7 лет уже занимается выпечкой дома. И мало того, я тебе расскажу по секрету кое-что, что еще нигде никогда не озвучивал. Я в детстве еще вязал спицами и вязал крючком. То есть мы можем ждать новых открытий в рамках компании? Мало вероятно, что это ты увидишь. Но раньше у меня это было. Я приходил в школу, ты представляешь, это были начальные классы, 3-4 класс. Я доставал пакетик на длинное перемене, 20 минут была длинная перемена. Я доставал, и у меня там был клубок шерстяной ниток, и я, как бабушка на скамейке, сидел спицами вязал. Это 4-й класс. Мою маму вызвали на родительское собрание, они говорят, вы знаете, что-то нам не нравится увлечение вашего сына, ученица Клавдии Ивановны. И она говорит, я сколько лет, 30-40 лет проработала в качестве преподавательницы начальных классов, и я первый раз вижу, что мальчик вязал. Еще и в школе на длинное перемене. Я хочу сказать, что с детства меня тянуло к ремеслу. И молодцы мои родители, что они никогда меня в этом не ограничивали. Клавдий Иван, я вам хочу сказать, что действительно из Рената вырос настоящий достойный мужчина, и его увлечения в детстве не помешали, наоборот, ему помогли. И я думаю, что сейчас все родители детей, кто смотрит эту программу, могут призадуматься, какие еще увлечения можно привить своим детям. Вот я подумал, что мой сын уже в 7 лет готовит кашу, и я думаю, это первый путь к тому, чтобы его ждал профессиональный успех в будущем. Дай Бог. Ренат, вообще профессия кондитера, она популярная, и тысячи и десятки тысяч людей себя нашли в этой профессии. Что тебе позволило достичь такого успеха в этой сфере и стать номером один? Здесь много факторов. Первое – это воспитание. Мне родители привили такое свойство в характере. Если что-то задумал, ты должен довести до конца. Первое – это привито родителями, желание быть первым. Второе – я закончил школу золотую медалью. Я круглый отличник. Это тоже, я считаю, один из показателей моего характера, что если я за что-то берусь, я этого добиваюсь. Ну и в-третьих, я очень активно занимался спортом. Я трехкратный чемпион России по боксу, по юниорам. До взрослых я не дожил. Увлекся кондитеркой очень сильно. Это тоже все-таки спортивное желание быть первым. Всегда. Сегодня в этой профессии хочу сказать, что у меня нет задачи быть первым. Вообще такой цели я для себя не ставлю. Сегодня как раз-таки я перед собой ставлю задачу финансовую. Есть планы, есть выполнение, есть прирост. Мы ежегодный прирост для себя ставим по 200-300%. И мы, слава богу, этого добиваемся. Если этого не происходит, то у нас очень большие разборы внутри компании. Это амбициозные планы. То есть здесь задачи нет как-то выделиться среди других кондитеров. Нет. Это такое большое творческое поприще, на котором всем хватит места. Кто-то любит торты с мастикой, кто-то любит масляные торты, кто-то любит торты покрытые шоколадным бархатом, такие как мы делаем. На каждый товар есть свой покупатель. И здесь я никогда не делю, кто первый, кто второй. Наша задача внутренняя в рамках компании увеличивать оборот компании, увеличивать ассортимент продукции, что влияет тоже напрямую на оборот компании, сокращать расходы. Я могу привести пример. Я недавно боролся на производстве с шапочкой в бисквите. Вот у нас есть, мы отпекаем в кольцах несколько тысяч бисквитов. Берем бисквит, взбили в миксе, залили в кольцо, отпекли. Вот таких несколько тысяч колец в день. Две четыреста, тысяча семьсот в день отпекаем. Верхняя шапочка, она срезается и выкидывается. Я начал думать, как сделать так, чтобы ее не выкидывать. Мы стали разливать в кольца бисквита ровно по весу. Если мы разливали его на глаз раньше, то стали разливать на вес по пятьсот шестьдесят грамм. Первое. Второе. Мне все равно чуть-чуть шапочка появлялась. Я сделал массу чуть более жидкую. Благодаря этому я добился абсолютно равномерного поднятия бисквита. И он выровнялся. Уже шапочка пропала. Когда мы посчитали в финансах, что мы сэкономили, это порядка 140 тысяч рублей в месяц. Только на одной шапочке бисквита. Вот это моя победа. Это крутая модель бизнеса. Потому что у нас в России все наоборот в бизнесе стараются, чтобы шапочка была. А у тебя бизнес в том, чтобы шапочки не было. Это уникальная модель. Какая доля в твоем успехе составляет удача, везение? Ноль процентов. Было ли у тебя желание все бросить? Ни разу. Есть ли у тебя наставники в твоем пути развития? Можешь ли их назвать? Наставник в моем бизнесе – это руководитель нашей компании. Величайший руководитель всех времен и народов – это Станислав Яковлевич Гаврилов. Это владелец нашей компании, главный. И есть еще Ширина Ишайевич Гаврилов. Это люди, которые 11 лет назад, когда я появился в Филибейкере, эти люди, которые из творческого мальчика-кондитера, а мне было тогда 25 лет, я уже руководил фабрикой в 25 лет, из творческого мальчика-кондитера сделали совершенно полноценного управленца. Мало того, даже сейчас, если не говорить о роли в бизнесе моей, они из меня другого человека сделали. Я был более эгоистичный. Я мог себе очень много чего позволить лишнего в обществе. Я искал себя. Я красил волосы. У меня были леопардовые волосы. Я выбривал себе что-то на голове все время. Мы много потеряли, конечно. Я приходил на работу, у меня вот такое яйцо большое висело, срусиное. И мне казалось, я какой-то очень креативный парень, просто очень креативный. И они мне говорили, я приходил на работу, они говорят, «Ренат, яйцо зачем тебе на груди?» Вот. Много они пережили со мной. Но мягко, корректно меня привели к тому, кем я сегодня стал. Да. Есть ли у тебя кумиры? Вы знаете, есть не кумиры, а есть люди, на которых я всю жизнь мечтал быть похожим. А раньше для меня это был Мухаммед Али, Джордж Форман. Это человек, тяжеловес, который боксировал с Мухаммедом Али. Который боксировал, так становился и прям такой «вух», «вух». И он, ну, так как он тяжеловес был, и он бил медленно, но очень жестко. Втыкал так, что людей ломал. И я, будучи еще мальчиком, 50 килограмм, 52, когда выступал на чемпионате России, я весил 52 килограмма, были такие времена. Я остановился, я насмотрелся с Джордж Формана. Я остановился медленно. Там передо мной мальчик боксирует, быстро старается. Я подходил к нему медленно. И такой «вух». Мне тренер говорит, Ренат, что с тобой творишь? Ты как тяж, говорит, боксируешь. Это был для меня реальный кумир. Я, кстати, в Инстаграме на него подписан, на Джордж Формана. Великий человек. А сегодня для меня, конечно, кумир – это Стив Джобс. Это человек-легенда. И еще, знаете, кто? Кто снял «Титаник»? Кэмерон. Джеймс Кэмерон. Джеймс Кэмерон, да. Это, вы знаете, я периодически скачиваю фильмы и смотрю. Я смотрю, «Титаник» снял Джеймс Кэмерон, да. После этого он выпустил фильм «Аватар», который побил по продажам, по рекордам. Все фильмы, которые когда-либо были. И тут недавно я скачал, ну, что-то ностальгия у меня была, я скачал фильм «Терминатор». И я посмотрел, это тоже он создал. У меня был шок. Это насколько великий человек. В тот период, когда он создавал фильм «Терминатор», ничего похожего вообще на рынке не было. И сегодня этот фильм, я смотрю, он актуальный, он современный. Он не какой-то ретро, черно-белый, там есть вот эти спецэффекты, там есть вот этот жидкий «Терминатор» ртутный. Вот, и это абсолютно феномен, я считаю. Но и Стив Джобс для меня, конечно, это человек-легенда. Я на него смотрю, это мне когда говорят, Ренат, а вы торты сами своими руками делаете от начала до конца. Я им говорю, а Стив Джобс сам собирает айфон свой от начала до конца. Вот для меня всегда Стив Джобс – это пример для подражания. Вот на сегодняшний день, в том виде, как он выстроил модель бизнеса, это, конечно, для меня абсолютный кумир. Абсолютный. При том, что я знаю, есть такая фраза «не создавай себе кумиров», и в священных писаниях во многих это написано. Но, наверное, он не кумир, это человек, на которого все должны равняться, не все, неправильно все, многие должны равняться, кто занимается бизнесом. Вообще в России такая наука, как пиар, она очень слабо развита. Ее вообще как таковой не существует. В Америке пиар – это целая индустрия, огромная индустрия. Там, где могут целые агенции, у меня знакомые работают в Америке, в пиар-компании, где 1200 человек работают в этом бизнесе. И у них есть свои доктора наук, которые исследуют мозг человека. И они в своей лаборатории проверяют, на какую информацию, как мозг реагирует. И вот настолько глубоко этим занимаются люди на уровне докторов наук. А у нас же пиар – это как? Ну иди, договорись, там про тебя в журнале напишут, там в газете напишут, там по телевизору покажут. Здесь нет такой глубокой науки пиара, как в Америке. И Стив Джобс, я считаю, он один из главных примеров для подражания в плане продвижения продукта на рынок. Это величайший человек. Если говорить о модели бизнеса, какие принципы у тебя в бизнесе? Вы знаете, я раньше думал, лет 10 назад, что самое главное – это придумать продукт новый, необычный и вывести его на рынок. И если бы 10 лет назад вы мне брали это интервью, я бы вам так и сказал. Главное – это придумать необычный продукт и выдать его на рынок, предварительно правильно его спозиционировав. Сейчас я скажу так, что самое главное в бизнесе – это стабильность. Стабильность качества, стабильность в кадрах, чтобы не было текучки персонала, чтобы не было прыжков в качестве. Это самая больная тема, потому что я вам скажу, какой вы возьмете пример в качестве ресторанного бизнеса, как за самую удачную модель, чтобы было стабильное качество, стабильные цены, быстрая отдача. Самая лучшая для вас какая система? Это по примеру фастфуда, наверное? По примерам Макдональдса, да. Это на сегодняшний день все рестораны в мире, рестораторы, пытаются хотя бы на полпроцента приблизиться к этой системе бизнеса. Мы говорим не про качество продукта, мы говорим про систему бизнеса. Она в себя включает качество продукта, стабильность поставок, скорость обслуживания и пошло-поехало. Да, в разных Макдональдсах может немножко что-то отличаться, но в общем и сложности это совершенно феноменальная система построения бизнеса для ресторана. Это не фабрика, которая производит чупа-чупсы, это не фабрика, которая производит пластиковые окна. Это еда, которая готовится с-под ножа, под заказ. И такая система построения модели, это уникальная, конечно. Что не должен делать предприниматель? Я могу очень много чего сказать, в том числе пошлого. Очень сложный вопрос вы задали, я даже не знаю. Ту вещь, которую ни в коем случае не должен делать предприниматель. Ругаться матом, наверное, при сотрудниках. Хотя это в некоторых компаниях вообще общепризнанный язык. Не встречал. Мне некоторые строители говорили, что на стройке по-другому объяснить строителю невозможно. Ну, наверное, в строительном бизнесе возможно. Какими достижениями на данный момент в своем бизнесе ты гордишься? Я горжусь тем, что мы, будучи кондитерской компанией, производящей торты, вышли на мировой рынок. Мы делаем торты президентом разных стран, премьер-министром, политиком, звездом эстрады. Мы ездим по всему миру. Сколько стран были покупателями? Много. У меня целый список есть. Там порядка 120 городов, которые мы посетили. Значит, вот этим я горжусь. Потому что Россию никто и никогда не воспринимал в качестве гастрономической державы. И когда еще пять лет назад сказали бы во Франции, что мы привезем кондитера, который вам сделает торт свадебный, ну, наверное, люди посмеялись. Откуда угодно, только не из России. И куда? Во Францию. А сегодня для всех это уже привычно. Нам тяжело, но мы бьем эти стереотипы. И мы активно выходим на мировой рынок. У нас до августа месяца, пока уже запланировано, 11 свадеб только в Дубае. Это пока. Обычно свадьбы заказывают за месяц, за два. Люди, как правило, в последний момент всегда об этом вспоминают, к сожалению. Здорово. Да. Ренат, а какую самую большую ошибку к этому времени ты допустил? Надеюсь, вообще всегда, на все время и на будущее, какая у тебя была самая запоминающаяся ошибка, провал в бизнесе? Провал в бизнесе я не могу назвать, что у меня был провал в бизнесе. Самая большая ошибка, наверное, даже не знаю, что сказать. Даже если я сейчас что-то высосу из пальца, это я навру, наверное. Я очень рад. Какие планы на ближайшие 10 лет, какие ты цели ставишь через 10 лет в своем бизнесе? У нас есть запланированный запуск тортов на заказ, недорогих. У нас будет свадебный торт, 5-килограммовый, стоит 3500 рублей, уже готовый, в коробке, шикарно оформленный. Я их планирую производить, порядка тысячи тортов в день этих. Потом у нас есть, я сейчас работаю над уникальной технологией, мы будем первые в мире, если мы это сделаем, мы совершим революцию вообще в кондитерском бизнесе. Я хочу сделать абсолютно точную копию живого цветка. Это, я работаю над сладкой массой, которая будет не застывать. То есть, если вы сейчас берете, я даже эти секреты раскрываю, не боюсь, пожалуйста, пусть сделают. Я даже если буду месяц заниматься, я не смогу это сделать. Я даже не сомневаюсь, что это вряд ли кто сделает, потому что это очень сложно. Но я уже приближен к такой истории, я буду создавать, есть цветок лилия или орхидея, за счет чего мягкий цветок не разваливается. Потому что внутри него есть стебель, внутри каждого листика есть тоненькая такая стеблеобразная структура, волокнистая. Я на сегодняшний день работаю над пищевой клетчаткой, которая абсолютно точно заменит стебель цветка. Делаю массу, которая не будет застывать. И мы договорились с арабами, с поставщиками, которые мне дадут живые эфирные масла, выжимки из натуральных цветов. Я сделаю так, что мои цветы будут абсолютно точно копия живого цветка. И сейчас для этого я привлек бельгийских специалистов из лаборатории, там нанотехнологический центр в Брюсселе, который мне помогает это разработать. Мы им большие деньги за это платим. Это будет революционный прорыв. Я буду на торте использовать цветы в оформлении, которые никто и никогда не отличит от живых. Когда это будет? Я запланировал это на 2018-2020 год. Очень круто. Ты много путешествуешь по работе. Какое место у тебя бизнес занимает в твоей жизни? Первое. Как к этому относится семья? Привыкли. Шесть дней в неделю я на работе, воскресенье провожу с семьей. Какой твой идеальный день? Вот если тебе сказать, у тебя день, ты можешь сделать все, что ты хочешь? Воскресенье. День семьи. Это проснуться в обеде со своей любимой женой, пойти поцеловать своего сыночка, любимого, в ножке и в головочку, понюхать его. Это самое большое счастье. У нас блиц-опрос закончен. И тебе, я уверен, часто задают эти вопросы. И нашим телезрителям это очень интересно. Самый большой торт, который ты сделал к этому моменту? 12 тонн. 12 тонн. Это закрытое мероприятие было, о нем говорить нельзя. Самый дорогой торт, который ты сделал? 12 тонн. Сколько он стоил? Дорого. Отлично. Самый дорогой для тебя торт, который ты сделал? Это моей маме. Когда мне было 13 лет, я приготовил первый торт в своей жизни от начала до конца и оформил его бабочками. А самый долгий проект, который ты вел? 12 тонн. Три года мы его делали. Мне как предпринимателю очень понравился твой принцип в бизнесе, рост на 200-300%. Я хотел разобрать именно эту тему. Каким образом, за счет чего получается достигать этих результатов? Какой сейчас оборот группы компаний? Это информация конфиденциальная. Мы ее не разношаем. Хорошо. Какие инструменты? Западная компания двузначную цифру роста ставит уже как верх заслуги менеджмента компании. А достигать трехзначных цифр – это фантастика. За счет чего? Это работа группы профессионалов. Это работа большого количества специалистов в этой области. Понятное дело, что локомотивом для этих специалистов являюсь я лично. И я лично им даю задания всем. И маркетологам, и дизайнерам, и кондитерам, и скульпторам, и всем. Но на самом деле здесь все построено на личности. Как и в компании Apple было все построено на Стив Джобсе, так же здесь построено все на Ренате Акзаме. Может быть это очень высокопарно звучит. Но у нас есть на самом деле внутри команды абсолютная сплоченность и командный дух. И если вы спросите у любого из моих сотрудников, работают ли они за деньги или за идею, они вам скажут, что работают за идею. У нас не такие большие зарплаты у сотрудников, а отдаются все на 500%. Какие важные факторы успеха в твоем бизнесе? Вот я сейчас услышал, это именно персонал, это команда. Это самый главный успех. Я всегда об этом говорил. Главное в нашей работе это люди, их мотивация. Они заинтересованы, им интересно с нами работать. У этих девочек, у всех, которые у нас работают менеджером, есть дети, есть мужья. И порой я даже слышу недовольство мужей, насколько много времени они посвящают работе. Тем более, если менеджер проекта занимается большими тортами, это целый проект. Вот у нас в последнем торте было 12 подрядчиков. Вы знаете, что в последнем торте мы делали в виде замка Цвингер. Это 7 метров длина торта, 4 тонны вес. Внутри торта были экраны, мониторы. Эти мониторы весили тонну 250 с оборудованием внутри торта. И техники мне сказали, Ренат, есть одна проблема. Так как мы в 12 часов должны уйти из зала все, в 12 ночи вывоз торта. Соответственно, в 12 часов эти мониторы должны работать. Они за ширмой находились. Они перегреваются. Нам для того, чтобы они не перегрелись, пришлось внутри торта делать систему приточно-вытяжной вентиляции. Мы делали снизу торта приток, так как холодный воздух идет снизу. Сверху торта мы делали вытяжку, отток воздуха, для того, чтобы внутри торта была постоянная циркуляция, чтобы мониторы не перегревались. Это, вы даже себе не представляете, насколько это сложный, насколько сложный проект изготовления тортов с мониторами. 12 подрядчиков, 12 подрядных организаций. И когда я прихожу на первую встречу с ними, я их всех приглашаю к себе в офис. И вот они передо мной, 12 сидят, маленьких утят с открытыми ротиками и ждут от меня, пока я каждому в рот положу по кусочку червячка. И они говорят, а как нам, а как нам стыковаться, а как нам делать, а какие стыки, а какая рамка, какие размеры. Сидят скульпторы и говорят, какие размеры, сидят мониторчики, и говорят, какие нам мониторы покупать, LCD или не LCD. Ребята, которые делают коммуникацию, говорят, сколько весит их оборудование, что оно сильно нагревается. Им нужно внутри какая-то система охлаждения. И вот 12 подрядчиков, когда сидят, их очень сложно коммуницировать в единый вот такой клубок и сделать так, чтобы этот проект состоялся. И еще в течение этого проекта вылазит столько сложностей. И когда мы приезжаем на площадку, а дверные проемы метр, а при этом надо эту огромную 4-метровую высоту и 7 метров длиной композицию занести. Когда есть ширмы, которые мешают вывозу торта, там очень много сложностей. Но это безумно интересно. Это реально круто. Это круто. И когда работает с нами команда людей, они все заряжены, они устают. Но я, знаете, сравниваю этот процесс с родами. Вы не рожали ни разу? И я не рожал. Но у меня есть плюс. Я рожаю каждый раз, когда мы создаем такие проекты. Я реально ощущаю себя какой-то беременной женщиной. Я 9 месяцев вынашу этого ребенка внутри себя. Я им живу. Я его глажу. Ну, правда, не по животике, по проекту. И каждый раз я с ним разговариваю. Я, вот знаете, как женщина, она же планирует когда родить, она уже представляет для себя образ, создает ребенка. Как он будет выглядеть, на кого он будет похож. Но у меня же то же самое. У меня есть проект на бумаге. Подрядчики, каждый знает, что им сделать. Но никто этот торт не видел вживую, включая меня. Это невероятная степень ответственности. Потому что торт впервые собирается уже на площадке. И все мои обещания, предоплаты, которые я взял заказчик, а там немаленькие суммы, как правило, бывают на таких проектах, на больших. Это безумная степень ответственности. Плюс волнение, плюс ответственность. Я приезжаю на площадку, крики, визги, все стараемся организовать, чтобы это было вовремя. Кто-то опоздал, кто-то проспал, отрубили электричество, где-то не дали воду, где-то нам обещали, что привезут ширму, ее не привезли. И когда этот проект мы собираем, вот он целый стоит, я смотрю, знаете, у меня такое иногда ощущение, что все, родил. Я прихожу домой, мне жена уже говорит, ну что, родил? Я говорю, родил, она иди спи. Все. Сколько сейчас одновременно таких проектов у тебя? Ну, я думаю, что порядка 60 точно. Параллельно, да? Параллельно, да. Ну, ни одна женщина столько не рожала одновременно. Поэтому я хочу сказать, что в этом плане ты всех перескакал просто. Какую долю в твоем бизнесе занимает именно вот вип-направление, а какой массовый рынок? Долю в бизнесе, если вы имеете в виду финансовую или времени моего занимает? Финансовую. Финансовую, я думаю, что процентов 20 занимает премиальное направление. Ну, по времени, я так понимаю, что это основное. Процентов 90. Ты работаешь и на массовом сегменте, и на вип-сегменте. Сейчас ты уходишь сегмент дискаунтера, получается, да? То есть такие демократичные торты. У нас массовая производство, поверьте, это целая наука. Это еще одна эпостась Ринат Акзамова. Это же совершенно разные вещи. Кардинально другая. Там мы должны работать на недорогих продуктах, на небольшой себестоимости. Плюс это логистика. Нам нужно, чтобы 120 часов этот торт продержался. Плюс для того, чтобы он должен быть народный, он должен быть вкусный, пропитанный, мокрый, как любят в России. В России любят мокрые торты, в Европе сухие. Это разные особенности. Ты говорил около 8 лет назад, что ты хочешь стать одним из самых богатых людей в России. У тебя изменилось это мнение? Вы знаете, почему-то я смотрю, по мере того, как я богатею, наши люди из Форбса тоже богатеют. Я не могу понять, как это нездоровая закономерность. И у меня не получается приблизиться к ним. Как-то параллельно все происходит. А ты можешь озвучить свое состояние сейчас, на данный момент? На данный момент у меня в кошельке 24 тысячи рублей. Но я думаю, что ты в районе 100 миллионов Форбса находишься. Я надеюсь, что я в 100 миллионов Форбса вхожу. Что будет с компанией после тебя? Ты об этом задумывался? Я об этом не задумывался, потому что я и наша компания – это одно целое. Как вы можете задать такой вопрос папе, у которого есть двое детей? Что будет с своими детьми после твоего ухода? Вот Стив Джобс ушел из компании. Понятно, что он ушел трагически. Но компания развивается. То есть все говорили, что компания закончится, ее не будет, ее сметут. Но она развивается, и она номер один. Вы знаете, это он запустил такой снежный ком, который тяжело остановить. Вопрос в том, как она развивается, и сколько багов при запуске новых моделей, при новом программном обеспечении, при Стив Джобсе, такого не было. Сколько они выпускают программное обеспечение, которое потом тут же переделывают? Еще ты говорил о победах на соревнованиях. Каких ты результатов добился? Вы имеете в виду в спорте? Вы имеете в виду в целях на международных кондитерских соревнованиях стать победителем? На сегодняшний день, к сожалению, Россия никогда не занимала призовые места на чемпионатах мира. И это моя еще одна амбициозная цель. И поверьте, сохраните где-нибудь в архиве это интервью. Поверьте, я этого добьюсь. Наша страна, в моем лице, мы станем первыми в мире на чемпионате мира по гастрономии. Это Кюб-де-Монт называется, чемпионат мира, проходит во Франции, в Лионе. Раз в четыре года, или раз в два года, или раз в четыре года. Значит, на сегодняшний день, почему Россия занимает последние места? Это есть объективно этому причина. Есть кондитера. Четыре кондитера, которые едут. Один шеф-кондитер с одной организацией, с другой с третьей. Каждый сам по себе бог и царь. Над ними назначают кого-то капитана. Остальные кондитера не готовы ему подчиняться, потому что они считают его хуже себя. Потом есть спонсоры, которые сидят, дядечка, в татуировках и говорят, я хочу делать церковь. И ему объясняют кондитера, что это не очень модно, и на чемпионате мира надо другие вещи делать. Я сказал, я хочу, чтобы было так. Ну понятно, да, есть спонсор, его желание закон. Он делает то, что он хочет. И вот эти все неистыковки, у кондитеров нет денег, чтобы оплатить себе подготовку. Подготовка к чемпионату мира может стоить от 10 до 20 миллионов рублей, примерно. Это стажировка во Франции, привлечение лучших специалистов, которых я лично всех знаю. Я с ними уже провел переговоры. Я им сказал, ребят, я готов вам дать большой гонорар, но если мы займем второе место, вы мне дадите этот гонорар. Вариантов других нет. Они на это согласились. Не все, правда. Я сразу хочу сказать, что я соберу команду, ту, которую я буду считать нужным. У меня огромная фабрика. Я построю соревновательный бокс с абсолютно точной копией того, что будет стоять в Лионе. И выделю людей, и мы будем готовиться. Вы знаете, что команда Франции готовится 6 месяцев к чемпионату. Эти люди, которые их убирают с работы, они занимаются только подготовкой к чемпионату мира. И им также продолжают платить зарплаты. Их работодатели не могут сказать, мы против. Это при поддержке государства. Они не пойдут против власти. Это политика страны. У нас же это не политика страны. Это политика каждого кондитера. Мало того, есть еще другая проблема. Работодатель зачастую боится роста своего кондитера. Потому что если он станет чемпионом мира, то он завтра от него уйдет. И скажет, я хочу работать отдельно на себя. Или я хочу зарплату в 10 раз больше. Потому что я делал погоны. И я хочу быть высокооплачиваемым специалистом. Поэтому здесь много, на самом деле, нюансов, которые я знаю. И если я буду сам и спонсором этих соревнований, и капитаном команды, и главным идеологом, правильно, идеологом же? Все верно. Все верно. Значит, и главным идеологом, я думаю, в этом случае все карты лягут, и мы станем первыми. Ряд, когда? Важный вопрос, когда? Я не люблю кидать слов на ветер. Я думаю, что это произойдет в ближайшие 10 лет. Почему я еще не до конца уверен в сроках? У нас, к сожалению, когда команда России занимает последнее место, то следующий чемпионат их уже не допускают. Они пропускают следующий чемпионат, и только через один могут участвовать. Поэтому я сейчас даже не знаю, какая ситуация... Когда в следующий раз. Да, когда в следующий раз будет. И мне сейчас сложно на этот вопрос ответить. Ринат, нашу программу смотрят многие начинающие предприниматели. Те, которые сейчас для них кондитерка, это хобби. Что ты посоветуешь для тех, кто хотел бы выбрать такой же путь, как ты? Знаете, я сейчас скажу о очень наболевшей теме. Я начал набирать бухгалтеров на работу. Бухгалтеров или бухгалтеров? Как правильно? Я начал набирать бухгалтеров, подсказываю. Я начал набирать бухгалтеров на работу. Это, знаете, есть такая тема с кондитеров. Почему-то все говорят кондитеров. А правильно кондитеров. Это не в кадре. Значит, у меня есть одна наболевшая тема. Я начал набирать бухгалтеров на работу. Передумываю на собеседование девочки. Молодые, симпатичные, с опытом работы. Я говорю, вы таблицу умножения знаете? Мне говорят, да. Я говорю, сколько будет 7,9? И я, знаете, сколько вариантов ответов услышал на своей жизни? Это люди, которые даже с математическим уклоном. И вы не поверите, мне еще ни одна девочка на собеседование не ответила таблицу умножения. Ни одна. Вопрос в профессионализме. Я не совсем понимаю. Или технологи. Вот приходят ко мне технологи устраиваются. Ринат Акзамов, мы мечтали с вами работать, мы хотим с вами работать. Я говорю, супер, давай, классно. Мне нужны специалисты, которые хотят работать. Ты технолог, да. У тебя продукты пошло в тесто. Кило 700 продуктов. На выходе у тебя отпекся бисквит. Он весит 800-70 грамм. Почитай процент потерь. Вы думаете, мне кто-то посчитал его? Я говорю, подожди, как? Ну ты же технолог. Ну я мы в программе там у себя вбивали в стопхаусе или еще в Одинессе. Мы вбивали закладку, нам вбивали итоговый вес, нет то, так называемое. Есть брутто вес, есть нет то вес чистый. И как бы она сама рассчитывала система. Я говорю, ну хорошо, система, а ты рассчитать можешь? Вы знаете, я столкнулся с такой проблемой, что у нас нет специалистов. Вообще нет. Если, это вы знаете, я провожу семинар для кондитеров. Интеллектуальный кондитер. Я прошлый семинар провел в Астане. Я кондитерам сказал, если вы чего-то не знаете, и для вас это стало новым, вы аплодируете. Аплодировали каждые две минуты. Потом я сказал, ладно, не надо, потому что тяжело уже было вести семинар. И в конце мне все кондитера признались, которые по 5, по 10 лет, по 15 лет работали. Что говорят, к сожалению, ваш семинар для нас открыл мир. Мы понимаем, что мы ничего не знали. Вообще ничего не знали. У нас, я наших кондитеров называю слепые котята. Берут 300 грамм муки, 500 грамм сливочного масла, сахара смешали. Отпечь на 250 градусов. Но так не работает никто. У нас система подхода к бизнесу неправильная. Вообще к работе неправильная. Я вообще категорически противник мастер-классов. Если для кондитеров проводят мастер-классы, я противник. Это вредительство, это не польза. Почему? Расскажу. Вы зубы хоть раз ремонтировали у стоматолога. У него рядом есть девочка-стоматолог, которая смешивает компоненты и дает, чтобы стоматолог сделал пломбу. Вот эта девочка, если она без образования, если она не знает, что такое строение зубов, что такое дентин, что такое пульпа, что такое внешний слой, она может сама лечить зубы? Нет. Она может быть в качестве ассистента. Хирург, который делает операцию, вокруг него огромное количество ассистентов. Кто подает приборы, кто приборы натирает, кто ему челку расчесывает. Вот эти люди, которые рядом, если у них нет образования, могут ли они залазить в организм человека внутрь и проводить операции? Нет. Они не знают физиологии, анатомии и так далее. Причину болезни. Также и кондитер. Кондитер это не человек, слепой котенок, который должен тупо смешивать ингредиенты и смотреть на выходе, что из этого получилось. А сознание должно быть, что ты берешь в руки. Самый простой банальный пример. Многие говорят, добавить 300 грамм взбитых сливок. Но это в корне неверно. Это человек преступник, кто так говорит. Для домохозяйки это нормально, но для кондитера это катастрофа. У сливок существует 7 стадий взбивания. И я один раз даже кондитерам в Москве показывал пример. Я брал одинаковую закладку продуктов, муссовый торт из клубники делал. И я добавлял в этот торт все ингредиенты в одинаковом соотношении. В этот торт сливки на первой стадии взбивания, в этой на второй, на третьей, на четвертой, на седьмой. Значит, на первой стадии мы когда его достали из холодильника, он развалился, расползся. На второй стадии он был более устойчивый, и мы его кушали, ощущение было, что это клубника со сливками. Нежнейший во рту таял торт, но не держал форму. Третий уже держал форму. В четвертой, когда пробовали, знаете, что мне сказали? А вы туда желатин добавили? Уже ощущение плотного продукта. На седьмой стадии, мне знаете, что сказали? А это у вас торт со сливочным маслом? Я, потому что сливки, если их перебиваешь, они превращаются в сливочное масло. Как наши бабушки в деревнях, брали сливки молочные, отбивали лопатки, из них получали сливочное масло. То есть сливки могут превратиться в сливочное масло. И вот эта стадия 0 до 7, это кардинально разный продукт на выходе. Или я кондитерам, или я кондитерам, говорю, еще один вопрос. У вас в руках яйцо. На нем написано S1. Что это? Стопор. Это мне недавно звонит один кондитер, мой знакомый, и говорит, я слышу, что-то он там с кем-то ругается. Я говорю, что случилось, что ты кричишь? Говорят, да мне поставщики, мы берем категорию яйца S1, они мне D1 привезли. Я им говорю, верни, верните, они не хотят возвращать. Я говорю, D1, потому что ты дебил. Я ему так и сказал. D1, это диетические яйца, которым курица высадила их, еще 3-5 дней не прошло, свежачок, тебе дали по той же самой цене. А тебе его, ты брал C1, S1, это столовое яйцо. Это курица, которая отсадила свыше 5 дней. То есть мы, как кондитеры, прежде чем брать продукты в руки, мы должны понимать, что мы берем. Какой должен быть белок, какой должен быть желток, что такое скорлупа, сколько яйцо должно весить. Или как вот есть кондитеры, которые используют в закладке 5 яиц. Ну это катастрофа. Ну это преступление, это преступники. Не может быть в продукте в закладке 5 штук яиц. Ну мы что, дома? Или мы в деревне в деревянной лопатке взбиваем яйца? Ну нет же. Я вам расскажу. Когда мы... у нас большая фабрика. У нас миксеры на 100 литров. Представляете, что такое яйцо? Если в замес идет 300 яиц, 50 грамм яйца или 60 грамм яйцо пришло, приход. Они же разные, каждый раз яйца приходят. У них всегда разный вес. То есть если мы говорим о стабильности качества, то нам нужен стабильный вес. Там 5,5 килограмм яйца должно пойти на закладку, 6,5 килограмм муки и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти все тонкости, не знаю, вам они, наверное, не очень интересны. Значит, вот эти все тонкости ведут к стабильности качества. Если нет этого, то о результате говорить не надо. И это невозможно. Можно ли на увлечения построить бизнес? Мы для вас яркий пример, как увлечение переросло в бизнес. Друзья, на этой положительной ноте я хотел завершить нашу программу. Сегодня у нас в гостях был человек, который действительно влюблен в свою профессию. И эта любовь ему позволила сделать супер-открытие, великие результаты в своем бизнесе. Ренат Акзамов. И я хотел бы, Ренат, пожелать, чтобы те цели, которые ты сегодня озвучил, они обязательно свершились, потому что нашу программу смотрит первое лицо. А я с вами хотел попрощаться. С вами был Айдар Булатов. До новых встреч.